Он вынул лампу и подал ее матери. Мать взяла ее, осмотрела и сказала Пойду почищу ее и снесу на рынок. Может быть за нее дадут столько, что нам хватит на ужин Она взяла тряпку и кусок мыла и вышла во двор Но как только она начала тереть лампу тряпкой, земля вдруг задрожала и появился ужасный джин Мать Алладина закричала и упала без памяти Алладин услышал крик. Он выбежал во двор и увидел, что мать лежит на земле Лампа валяется с ней рядом, посреди двора стоит джин такого огромного роста, что головы его не было видно А тулощи заслоняет собой солнце. Как только Алладин поднял лампу, раздался громовой голос джина О, владыка лампы, я к твоим услугам, приказывай, получишь Алладин уже начал привыкать к джинам и не слишком испугался Он поднял голову и крикнул как можно громче, чтобы джин его услышал Кто ты, о джин, и что ты можешь делать? Я Маймун Шах Мураша Я раб лампы и раб того, кого леет лампой, ответил джин Требуй от меня чего хочешь Если тебе угодно, чтобы я разрушил город или построил дворец, приказывай Когда он заговорил, мать Алладина пришла в себя Увидя джина, она снова закричала от ужаса Но Алладин приставил руку к рту и крикнул Принеси мне две жареные курицы, да еще что-нибудь хорошее И потом убирайся, а то моя мать тебя боится Джин исчез и скоро принес стол, покрытый прекрасной искатерью На нем стояло двенадцать золотых блюд со всевозможными вкусными кушаниями и два кувшина с водой Алладин с матерью начали есть и ели И ели, пока не насытились, у матушка, сказал Алладин Когда они поели, эту лампу надо беречь и никому не показывать Она принесет нам счастье и богатство Делай, как знаешь, сказала мать, но только я не хочу больше видеть этого страшного джина Через несколько дней Алладину с матерью опять стало нечего есть Тогда Алладин взял золотое блюдо, пошел на рынок и продал его за сто золотых С этих пор Алладин каждый месяц ходил на рынок и продавал по одному блюду Он узнал цену дорогим вещам и понял, что каждый камешек, который он подобрал в подземном саду Стоит дороже, чем любой драгоценный камень, который можно найти на земле Однажды утром, когда Алладин был на рынке, вышел на площадь Башатай и закричал Заприте лавки и войдите в дома, пусть никто не смотрит из окон Сейчас царевна Будур, дочь султана, пойдет в баню, и никто не должен видеть ее Купцы бросили запирать лавки, а народ, толкаясь, побежал с площади Алладину очень захотелось поглядеть на царевну Все в городе говорили, что красивее ее нет девушки на свете Алладин быстро пошел в баню и спрятался за дверью так, чтобы никому и никто не мог его увидеть Вся площадь вдруг опустела Скоро вдали показалась толпа девушек на серых мулах под золотыми седлами А посреди них медленно ехала девушка, одетая пышнее и наряднее всех других И самая красивая ей была царевна Будур Она слезла с мула и, пройдя в двух шагах от Алладина, вошла в баню А Алладин побрел домой, тяжко вздыхая Он не мог забыть о красоте царевны Будур Правду говорят, что она красивее всех девушек, думал он Если я не женюсь, то буду страдать Придя домой, он бросился на постель и пролежал до вечера Когда мать спрашивала его, что с ним, он только махал на нее рукой Наконец она так пристала к нему, что он не выдержал и сказал О, матушка, я хочу жениться на царевне Будур Пойди к султану и попроси его выдать Будур за меня замуж Что ты говоришь, воскликнула старуха Тебе, наверное, напекло солнцем в голову Разве слыхано, чтоб сыновья портных женились на дочерях султану? Поужинай лучше усни, завтра ты и думать не станешь о таких вещах Не хочу ужинать Не хочу ужинать, хочу жениться на царевне Будур, закричал Аладин Пожалуйста, матушка, пойди к султану и посватай меня Я еще не сошла с ума, чтобы идти к султану с такой просьбой, сказала мать Аладина Но Аладин упрашивал ее до тех пор, пока она не согласилась Ну хорошо, сынок, я пойду, сказала она Но ты ведь знаешь, что к султану не приходят с пустыми руками А что я могу ему принести хорошего? Аладин скачал с постели и весело крикнул Не беспокойся об этом, матушка Возьми одно из золотых блюд и наполни его драгоценными камнями, которые я принес из подземного сада Это будет хороший подарок султану У него, наверное, нет таких камней, как мои Аладин схватил самое большое блюдо и доверху наполнил его драгоценными камнями Его мать взглянула на них и закрыла глаза рукой Так ярко сверкали эти камни С таким подарком, пожалуй, не стыдно идти к султану, сказала она Не знаю только Не знаю только, повернется ли у меня язык сказать то, о чем ты просишь Но я наберусь смелости и попробую Попробуй, матушка, сказала Аладин Иди поскорее Мать Аладина покрыла блюдо тонким шелковым платком и пошла ко дворцу султана Как я буду говорить с султаном о таком деле, думала она Кто вы такие, чтобы свататься к дочери султана? Я простая женщина, а мой муж был бедняком И вдруг Аладин хочет стать зятем великого султана Нет, не хватит у меня смелости просить об этом Конечно, султану, может быть, и понравятся наши драгоценные камни Но у него их, наверное, и так много Хорошо, если меня только поколотят и выгонят из дивана Лишь бы не засадили подземелья Так она говорила про себя, направляясь в диван султана по улицам города Прохожих с удивлением смотрели на старуху в дырявом платье Которую никто до сих пор не видел около дворца султана Мальчишки прыгали вокруг и дразнили ее Но старуха ни на кого не обращала внимания Она была так бедно одета То привратники у ворот дворца попробовали даже не пропустить ее в диван Но старуха сунула ее в монету и проскользнула во двор Скоро она прошла в диван и стала в самом дальнем углу Было еще рано и в диване никого не было Но понемногу он наполнился вельможами и знатными людьми в пестрых халатах Султан пришел позже всех, окруженный неграми с мечами в руках Он сел на трон и начал разбирать дела и принимать жалобы Самый высокий раб стоял с ним рядом и отгонял от него мух большим павлиним пером Когда все дела были кончены, султан махнул хладком, это означало конец И ушел, опираясь на плечи негров А мать Илладина вернулась домой, так и не сказал султану ни слова На другой день она опять пошла в диван И снова ушла, ничего не сказал султану Она пошла и на следующий день, и скоро привыкла каждый день ходить в диван Наконец султан заметил ее и спросил всего ее в визире Кто эта старая женщина и зачем она приходит сюда? Спроси, что ей нужно, и я исполню ее просьбу Визирь подошел к матери Илладины и крикнул Эй, старуха, подойди сюда, если у тебя есть какая-нибудь просьба, султан ее исполни Мать Илладина задрожала от страха и чуть не выронила из рук блюда Визирь подвел ее к султану, она низко поклонилась ему, а султан спросил ее Почему ты каждый день приходишь сюда и ничего не говоришь? Скажи, что тебе нужно Мать Илладина еще раз поклонилась и сказала О, владыка султан, мой сын Аладдин шлет тебе подарок эти камни и просит тебя отдать ему в жены твою дочь, царевну Будор Она сдернула с блюда платок и весь диван осветился Так засверкали камни О, визирь, сказал султан Видел ли ты когда-нибудь такие камни? Нету, владыка султан, не видел, отвечал визирь Султан очень любил драгоценности, но у него не было ни одного камня, подобного тем, который прислал ему Аладдин Султан сказал, я думаю, что человек, у которого есть такие камни, может быть мужем моей дочери Как ты думаешь, визирь? Когда визирь услышал эти слова, он позавидовал Аладдину великой завистью У него был сын, которого он хотел женить на царевне Будор И султан уже обещал ему выдать Будор замуж за его сына О, владыка султан, сказал визирь Не следует отдавать царевну за человек, которого ты даже не знаешь Может быть, у него ничего нет, кроме этих камней Пусть он подарит тебе еще сорок таких же блюд, наполненных драгоценными камнями И сорок невольниц, чтобы нести эти блюда И сорок рабов, чтобы их охранять Тогда мы узнаем, богат он или нет А про себя визирь подумал Невозможно, чтобы кто-нибудь мог все это добыть Аладдин будет бессилен это сделать И султан не отдашь за него свою дочь Ты хорошо придумал визирь Закричал султан и сказал матери Аладдина Ты слышала, что говорит визирь? Иди и передай твоему сыну Если он хочет жениться на моей дочери Пусть присылает сорок золотых блюд с такими же камнями Сорок невольниц и сорок рабов Мать Аладдина поклонилась и вернулась домой Увидя, что у матери нет в руках блюда Аладдин сказал О, матушка, я вижу, ты сегодня говорил султану Что же он ответил тебе? Ах, дитя мое, лучше бы мне не ходить к султану И не говорить с ним, ответила старуха Послушай только, что он мне сказал И она передала Аладдину слова султана Но Аладдин засмеялся от радости и воскликнул Успокойся, матушка Это самое легкое дело Аладдин засмеялся от радости и воскликнулся 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 от радости